Одним из главных, печальных и, надо сказать, весьма непрогнозируемых изначально итогов, промежуточных итогов протестного движения, начавшегося в декабре 2011 года, является явный кризис левых. С одной стороны, мы можем уже вбить осиновый гол в могилу Зюгановской КПРФ, которая имела бы теоретические перспективы после окончания нынешнего политического цикла и путинского режима. Но, с другой стороны, антисистемные левые себя не просто не проявили, а на данном этапе шанс уже кажется практически упущенным. Потому что, если мы посмотрим на динамику протеста, то в самом начале мы помним достаточно большое количество и красных флагов, и левой символики, и левая колонна на бульварах была весьма и весьма внушительной и вполне могла конкурировать с колонной правой. То сейчас, если мы посмотрим на шествие 27 октября в поддержку политзаключенных, то фактически оно было оккупировано либералами, левая колонна была крайне незначительной. И, конечно, это тенденция. С чем это связано и что с этим делать? Мне кажется, ответ на этот вопрос можно найти, если заметить еще одну особенность нашего протестного движения. В самом начале было достаточно много молодежи. Я бы даже сказала, что на первых митингах зимы 2011-2012 года студентов, молодых специалистов было, очевидно, больше, чем лиц среднего возраста. Каким-то загадочным образом в течение двух лет они вымывались, вымывались, и к нынешнему моменту их осталось не так много на фоне вот этой старой, еще во многом советской закалки, классической либеральной интеллигенции. Единственный момент, когда молодежи было сравнительно много, и, кстати, это было неожиданно, отметил такой замечательный философ Олег Ушаков. Он обратил внимание, что на предпоследнем митинге в поддержку Навального, когда был концерт, несмотря на дождь и весьма и весьма плохую холодную погоду, он с удивлением не обнаружил ни одного знакомого лица практически из той тусовки, с которой он присутствовал постоянно на предыдущих митингах, и, между тем, огромное количество лиц молодых, которые потом опять куда-то исчезли. Мне кажется, что вот эти два явления непосредственно связаны между собой. Конечно, молодежь пристала ходить на митинги, потому что митинги ничем не заканчиваются, с одной стороны. Ничего не происходит, не происходит каких-то серьезных подвижек, строй не рушится, несмотря на то, что напряжение совершенно очевидно остается. Но это не главная причина. Главная причина, с моей точки зрения, в том, что никто не предложил молодежи приемлемой идеологии. Того, за что, собственно говоря, бороться. И присутствие молодых лиц на концерте в поддержку Навального, с моей точки зрения, во многом связано, я так подозреваю, с выступлением белорусской группы Ляпи Струбецкой, которая, как известно, является вполне себе левой, позиционирует себя как анархопанки. И надо сказать, что по моим наблюдениям, по общению с студентами, с аспирантами, весьма политизированными, политизация молодежи происходит все больше и больше, оказывается, что эта группа нравится людям совершенно разных воззрений, от крайне левых до крайне правых, в том виде, в котором они сейчас присутствуют на протестном политическом поле. То есть речь идет о молодых, как бы правых либертарианцах, антисистемных националистах. Все они любят Ляписа, но никто не любит, соответственно, современные левые организации. Они не смогли за это время привлечь, не просто не смогли привлечь новых людей, но фактически растеряли тот потенциал, который был на декабре 2011 года. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы как-то спасать положение и не войти в новый политический цикл полными аутсайдерами, которым объективно нельзя рассчитывать не только на победу, но на какое-то место в политической системе, которая будет формироваться, нужно, во-первых, попытаться ответить на запрос молодежи, запрос, даже если исходить из песен Ляписа Трубецкова, это запрос прежде всего на социальную справедливость и свобода. Ни одна организация, видимо, не предложила внятного ответа на этот запрос. Над этим нужно, несомненно, работать. И второе, исходя из первого, можно заключить, что организация, ну это должна быть, конечно, новая организация, она должна быть социально-демократической направленностью, потому что в этом поле сейчас практически никого нет. И, с другой стороны, есть потребность, потребность еще времен, собственно, французской революции в реализации лозунга «Свобода, равенство, братство», который не был реализован на протяжении, собственно, всей нашей последней истории. То есть мы находимся где-то приблизительно на этой стадии, и, следовательно, левая политическая сила, которая именно хочет войти успешным актором в новую эпоху, должна не отвергать этих самых юных националистов, юных либералов, потому что их воззрения не сформированы, они находятся в зачаточном состоянии, соответственно, у них есть определенная эмоциональная потребность. Вот та сила, которая ответит на эту эмоциональную потребность в свободе, равенстве, братстве, в запросе на социальную справедливость в своей идеологии и сможет говорить с молодежью любой направленности на понятном им языке, она будет эту перспективу иметь. Если такой силы не появится, то, с моей точки зрения, в ближайшие годы мы будем наблюдать дальнейший упадок левого движения вплоть до его нивелировки с матерью Землей.